Товарищи, работа Российского комитета рабочих подходит к концу и по нашей традиции все участники высказывают свои впечатления о прошедшем семинаре. Буквально минутка-пару слов по очереди выходите, пожалуйста. Контрец Андрей, Лежевский хлебозавод. Ну, как заключительное слово, хотелось бы еще раз напомнить всем, что не забываем, что вроде как бы идей много, закон дает нам много прав, там много хороших слов написано, но в основе все равно лежит коллективная борьба. То есть без коллектива все эти хорошие слова, они так и останутся словами на бумаге. Можно ходить долго разговаривать об этом, мечтать, как бы друг друга подбадривать. Но разговоры так и останутся разговорами, если не осознать того факта, что без коллектива вы никуда. Поэтому в коллективе будьте более лояльными в плане того, что вы должны понимать, что те люди, которые вас окружают, это и есть ваша сила, это и есть ваше будущее. То есть без них, в принципе, вы так и останетесь на обочине дороги. В общем, самое главное – это именно коллективная борьба. Поэтому, ребята, как бы нужно это понимать, осознать и использовать в повседневной жизни. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Соловьев Василий Феликсович, город Ленинград, электрогазосварщик, Красный Октябрь. Ну, что я хочу сказать. Правильно, надо цель свою знать. А дорогу всегда осиливает идущий. И то, что я хочу сказать, что когда делят отпуска на производстве, разделяя пополам, так вот, как бы по своей воле делает это работодатель. Не верьте вы этому. Все это и то, что работодатель говорит, что это все, что некому работать, ищет какие-то отборки, все это фуфло. Тем более людям, у которых есть маленькие дети, есть семьи. А он в любом случае не имеет права это так поступать. В общем, не надо никогда просто быть быдлом для работодателя. Надо знать, что мы рабочие люди, рабочий класс. И мы – это авангард данного дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте еще раз, Ковин Павел Владиславович, город Новосибирск, кирпичный завод «Лекалор». Я не первый раз приезжаю на РКР. Ну, что я могу сказать об этом месте? Когда вот уезжаешь обратно в город, да, ну, как бы какое-то время запал такой есть, но постепенно увядание все равно происходит. Ну, потому что поддержки особой, на самом деле, как бы в коллективе нету, да. Ну, может быть, моя вина, конечно, в этом как бы есть. В общем, хотелось бы назвать это место, на самом деле, местом силы, где, да, откуда вот мы черпаем энергию и все такое, что, ну, всех неравнодушных приглашаю сюда приезжать и делиться своим опытом, получать опыт также от здесь присутствующих товарищей. Все, спасибо. Тимошин Олег Юрьевич, ОПСК «Строитель Петрозаводска». Ну, что хотелось бы сказать. Опыт, конечно, я первый раз здесь. Первичный опыт для меня это потрясающий. Хотелось бы, конечно, больше узнать, больше информации получить. Очень большая надежда я вообще на это возлагал. Ну, и хотелось бы сказать всем, кто будет смотреть данное видео, что, ну, что просыпался народ все-таки и рабочий класс понимал и был классом для себя, а не классом в себе, чтобы люди, трудящиеся, рабочие, понимали, что от их осознанных действий, от осознания своей силы, собственно, и зависит наше будущее, всех нас. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, хотел бы отметить высокую организацию Российского комитета рабочих, отметить прежде всего высокую роль и значение Рабочей партии России в организации Российского комитета рабочих. Здесь обсуждаем профсоюзную работу. Это форма организации рабочих, которая действует в своих интересах внутри предприятия, отстаивая свои интересы, то есть действует изнутри. Форма организации рабочих более высокая – это партия. Такая организация действует в интересах рабочих снаружи предприятия. И считаю, что нужно организовываться не только на своих предприятиях, не только в профсоюзные ячейки, но и создавать партийные организации на предприятиях, партийные ячейки. И такое соединение внешней борьбы за интересы рабочих и борьбы внутренней даст более высокий эффект в достижении результатов борьбы за интересы рабочих. Поэтому, товарищи рабочие, призываю вступать, кто этого еще не сделал, в ряды Рабочей партии России, создавать, укреплять партию рабочего класса. Лазарь Вячеслав Михайлович из себя вынес на этом заседании, что наступает благоприятное время для начала борьбы. Если кто откладывал это, то больше откладывать не стоит, потому что дальше будет ухудшаться положение работников. Вместе с этим работодатели тоже это понимают, что без организации, ну, многие, я думаю, понимают, потому что уже намеки идут недвусмысленные представители государств, что нужно налаживать связь с трудовыми коллективами. И, значит, есть понимание, что без организации рабочего класса улучшить положение в целом в стране не получится. Успехов всем в борьбе! Я приехал на Российский комитет в этот раз с уже почти законченным проектом коллективного договора для своего предприятия. У нас товарищи какие-то такие нерешенные нюансы, но на Российский комитет привело очень много людей с готовыми уже проектами, было с кем пообщаться, решить, с кем-то проконсультироваться, с консультантами. То есть это как бы Российский комитет рабочих получается большой источник знаний, который необходим рабочим в борьбе за свои интересы. Так что я приглашаю других рабочих приезжать на Российский комитет рабочих, тот, кто хочет бороться за свои интересы. Пастухов Илья Андреевич, город Ижевск, кирпичный завод «Альтаир», оператор культа управления. Приезжаю я на ХР уже второй раз, первый раз был два года назад. Приезжал я, был первый год на заводе, то есть просто в ужасе от того, что происходило на заводе, просто в растерянности. И этот приехал сюда, чтобы научиться, как бы принять опыт, послушал, соответственно, делегатов, пообщался в перерывах лично. То есть получил некое понимание, что делать дальше. То есть начал читать трудовой кодекс, изучать законодательство. Чуть позже начал готовить свой проект к коллективному договору. И, соответственно, обсуждать все это с коллективом. Объяснять им, что у рабочих есть не только обязанности, но и права. А у работодателя, наоборот, кроме прав, есть еще и обязанности. Входит это все в коллектив не очень хорошо, не очень быстро, но понимание, оно появляется. Когда появляется понимание, люди начинают настраивать диалог с работодателем и как бы просить. То есть требовать они еще не могут, они боятся, не стесняются, но просить. И получается, когда ты свои права знаешь и как бы уже увереннее разговариваешь с работодателем, один раз он может отказаться, второй раз отказаться, а потом идет навстречу рабочим. Потому что понимает, что налаживание производства – это и его интерес тоже. Поэтому я советую всем, кто еще не был на РКР, но понимает, что надо брать в свои руки дела на своем предприятии, приехать сюда, познакомиться, пообщаться, возможно, задать какие-то вопросы, которые у него крутятся в голове, и действовать. Спасибо. Товарищи, ну вот, радует, конечно, что наше мероприятие-то развивается, в общем, двигается вперед. Много со временем идет, поскольку обстановка меняется, и мы реагируем оперативно, как говорится, все живое. Такое движение здесь происходит. И действительно, наша борьба вроде экономическая такая борьба, на первый взгляд. Но на самом деле она неразрывна. Ну, это борьба экономическая и политическая, они все единственно находятся. И этот момент, он борьбой за наши интересы, он все равно включен в такую борьбу, развитие нашей страны. То есть это великое дело, на самом деле, вот это наше участие, да, вот в этом наш вклад в развитие производства. То есть это не просто там какие-то эгоистичные пожелания, да, хотя это без них тоже никак нельзя, потому что это насущные вопросы жизни. Все это имеет значение, важно. Ну, действительно, великое дело мы делаем здесь по развитию. И вот интересно получается, что раньше политики уже говорили, что это грязное дело, вот это все перестроечные, вот эти вещи, да, они сейчас отмирают. То есть люди понимают, что это все на тот момент, как бы, да, это было одно движение. Да, а сейчас вот как-то разворачивается колесо, да, история. И, ну, то, что уже с экранов говорят, что надо, люди уже, давайте это самое, наоборот, как-то просыпайтесь. Даже правящий класс уже понимает, что без рабочего класса ничего не получится. Вот, и в этом действительно вот такая важность это. Сейчас момент, а вот надо этот тренд ловить и будить, так сказать, сами себя очень правильно, что поставлен акцент, сделан на изучение кодексов трудовых, ну, то есть и конституции, потому что, ну, как иначе, можно нести, да, что-то, если сам, ну, неграмотен в этих вопросах. Вот, это тоже важно. Ну, и, в общем-то, вот такое, само это тоже мероприятие, как-то придаёт силу, совсем, ну, здесь согласен тоже, что говорили. Понимание, знание – это сила. Вот. Есть уже программа, что делать. Всё, в общем-то, осталось только делать. Ну, и всем желаю тоже успехов в этом. Ну, до следующего раза, как говорится, интересно будет поделиться там и послушать, что у кого как. Успехов, товарищи! Вот мы здесь разговариваем, как бы, может быть, на первый взгляд как бы разговариваем о некоторых таких отрицательных моментах в плане того, что вроде как противостоять работодателю, забастовка, то есть вроде как бы надавить на работодателя, и получается, мы как бы вроде хотим сделать чего-то плохое. Но если мы углубимся в это явление, да, и посмотрим как бы более глубже, на поверхность-то сразу выходит то, что наша цель-то не как-то там навредить работодателю, сделать ему хуже, там. Цель, на самом деле, у рабочих – это развивать производство, то есть улучшать жизнь вообще всех, даже тех же самых работодателей. Пожалуйста, давай купим новые станки, давай отремонтируем старые, то есть усовершенствуем, повысим производительность труда, будем соблюдать технику безопасности. То есть здесь, на самом деле, как бы на поверхность-то выходят абсолютно положительные моменты. Поэтому, как бы, не нужно стесняться разговаривать со своими коллегами, то есть, как бы, да, как бы, есть крайний способ, да, это забастовка. Но речь-то идёт не о забастовке, речь идёт о том, что у тебя есть семья, у меня есть семья, у нас есть работа, мы большую часть своей жизни проводим на работе. То есть, ну, здесь же должны быть нормальные условия труда, не должно быть запылённости, там, жары и других каких-то вредных эффектов, да. То есть, мы приходим к использованию трудового кодекса и каких-то заключений коллективных договоров не из-за того, что мы, у нас цель как-то там сделать плохо работодателю, а просто потому, что у нас есть такая необходимость. Ни один работодатель, он по своей воле не пойдёт на все эти уступки, то есть, просто сам взял такой, как бы, там, улучшил вот эти условия труда, пришёл, там, давайте, ребята, я вам зарплату повышу, там, ещё какие-то хорошие вещи сделаю. То есть, мы идём на эти меры из-за необходимости. Поэтому не надо этого и стесняться, то есть, как бы, спокойно разговаривать с своими коллегами, даже с тем же работодателем, когда наступит это время. То есть, не надо ругаться, переходить на личности, а спокойно объяснять, что, ну, вдруг у нас вот... Тебе тоже надо повышать прибыльность, да, и как бы, ну, давай совместно. То есть, нету здесь никакого этого, чего-то сверхъестественного. Всё исходит из материализма. Спасибо. Уважаемый товарищ Калит Валентин, сопредседатель Российского комитета рабочих, в первую очередь, конечно, хотелось поблагодарить всех присутствующих сегодня. Это говорит о многом, что увядания на сегодняшний момент никакого действительно нет, что рабочий класс жив, что действительно людей, которые хотят бороться за свои интересы, становится всё больше и больше, что рабочие – это небесправные люди, то есть, люди, осознающие своё классовое существование, люди готовы бороться, а самое главное, что человек труда – это первый созидатель и первый производитель всех материальных благ, которыми пользуются уже все остальные члены общества. Не будем забывать, что человек – это существо общественное, и мы ведём ту работу не как и каждый для себя в целом, так и каждый в целом для всего общества. И, соответственно, кто будет повышать престиж наших трудовых специальностей, кто, значит, будет авангардом, ну, сами рабочие и должны быть это, значит, здесь уже некого винить в том, что рабочие специальности стали непрестижные, это престиж этих же специальностей уронили мы сами в какой-то момент, но сегодня надо понимать. И, как вот уже выше говорили товарищи, что это понимание есть, а когда оно овладеет массами, то мы знаем, что наше дело правое, да, и победа будет за нами. Всем спасибо, приглашаем в дальнейшем участвовать, реализовывать свои планы на своих рабочих местах, объединяться, организовываться, ну, и тогда точно победа будет за нами. Всем спасибо. В завершении Российского комитета рабочих наш гимн сормовское и лирическое прошу исполнять. Раз, два, три. Под городом Горьки, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. По городом Горьки, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. В рубашей нарядной, своей ненаглядной, свешно объяснится хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Всегда не забыта, на книгой раскрытой склонилась подруга в огне золотом. На утренней смерти, на первой северной, шуршат осторожно шаги под окном. На утренней смерти, на первой северной, шуршат осторожно шаги под окном. В поленье ночи у сиропу точки Волнуется, парень не хочет уйти. Но девушек краше, чем в сорвании нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем в сорвании нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром входа родного забота Влюбленному девушку встретиться вновь. И сажать немало, я книжек читала, Но нет еще нищих на нашу любовь. И сажать немало, я книжек читала, Но нет еще нищих на нашу любовь. На волне широкой, за стрелу недалекой, Утками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, Где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, Где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok